Такое ощущение, что у меня вай-фай в мозгу включился. Автоматически встаю и пою гимн России. Чем больше работаю, тем больше заряжаюсь. Как ты вообще пришла туда? Я бог. Ищите более сильного специалиста. Фигура тут, фигура там. Ты любил? Я? И? И? Самый глупый вопрос. Эти пиявки, травки. Мне еще рано, я грешна. Подожди, еще не вечер. Экстрасенс, телеведущая, мастер духовных практик. Еще сегодня узнала, что, оказывается, центр альтернативной медицины собирается открывать. Фатима Хадуева у нас в гостях, кстати. Почему возникло желание открыть этот центр? Я же изначально, с 14 лет в медицине, красный диплом медучилища, лучшая медсестра Дагестана, мединститут. Медицина для меня, она самая важная. И это, ну как сказать, это любовь в моей жизни. Я настолько люблю здоровых людей, и я знаю, что это возможно. И я знаю, что не всегда в медицине это реально. Вот, поэтому я и решила альтернативную медицину сделать. Большинство людей говорят, нетрадиционная медицина. Как ты сейчас сказал, да? Скажите мне, пожалуйста, что такое традиционная медицина? Ну, в моем понимании, например, да, что ты приходишь к врачу, он делает диагностику, анализы сдать нужно, померить давление, температуру, кардиограмму. Ну, то есть это как бы привычное «я». Это называется, может быть, современная, может быть, аппаратная какая-нибудь медицина, да? Первый курс мединститута, все врачи, которые учились, не обижайтесь на меня, там есть такое понятие. Нет вообще понятия медицины. Это не наука. Медицина – это свод знаний других наук. Анатомия, химия, биология, физика, да? Первое. Второе. На чем стоит медицина? Кто они? Асклепи, Гиппократ, Авиценна, да? Заглядываем дальше. Чем они лечили? Пиявки, камни, кровопускание, да? Это то, что сегодня называют нетрадиционной медициной, да? Типа альтернативной. Нет, нетрадиционная медицина, народная медицина. А на этом она строилась? А медицина строилась на этом, на фитолечении, на герудотерапии. То есть основа настоящей медицины, как таковой, она даже не медицина, а врачевание, исцеление. Оно основу свою держит именно на том, что сегодня называют нетрадиционной. Но вот я слышала такое мнение, что, к примеру, сегодня экология, темпоритм, стрессы, они настолько сильны в своем проявлении, что уже как бы вот эти пиявки, травки… Работают лучше всего. Работают лучше всего. Самая лучшая профилактика – это вовремя не дать телу… Что сделать? Зайти в понятие такое гиподинамия. У нас самая большая проблема – это застой. Мы сегодня говорим не о медицине, я не хочу о ней говорить, но я хочу сказать. Занимайтесь спортом обязательно. Следите за питанием. Важно, что вы едите. Я не диетолог. Я не занимаюсь правильным питанием. Сахар не ешьте, это не ешьте. Да, сахар не надо, кстати, есть много сильно. Но старайтесь, старайтесь питаться натуропродуктами. Скоро у нас продукты из деревни будут стоить бешеные деньги. Понимаете? Вот когда вы будете правильно питаться, ваш организм будет чистенький, хорошенький, не заблокированный ничем. Ходите на массажи. Следите за костной системой. Особенно за позвоночником. Хорошо, что мы сегодня будем говорить о любви. Может быть, весна в преддверии, может быть, прошедшие события в жизни. Вот хотелось бы поговорить о любви. Фатима, сторонница какого, скажем так, убеждения больше ты являешься? Что любовь – это чувство, которое возникает спонтанно, или любовь – это чувство, которое нужно вырастить? Любовь – это состояние. Состояние, которое с тобой случается. Состояние, которое ты не можешь контролировать. Самая большая наша проблема – разрешить себя любить. Разрешить этому чуду с тобой случиться. Сегодня любовь я называю чудом. Почему? Это редкость? Редкость. Потому что у нас очень много времени люди уделяют саморазвитию, уделяют коуч-программам. Они работают со своим мозгом, с умом. Им надо быть интеллектуально развитыми. И они душу, которая у нас вот здесь находится, они ее как в тюрьму сажают. Потом это все стягивается. Человек перестает чувствовать. Эмоциональность пропадает. И люди боятся любить. На самом деле это страх. Страх боли, страх потери, страх даже неприобретенной потери. И мозгом занимаемся много, а эмоции, чувствам любви, просто понятиям любви. Нет. Но и все люди умеют одинаково любить? Всем дано любить? Нет. Этому нужно учиться на самом деле. Я все-таки, наверное, к понятию, нужно учиться. Учиться позволить себе любить. Не все могут. Они говорят о том, что они любят, но они не знают, что это такое. Я встречала человека в своей жизни, который говорил, я так любил в 16 лет, и я готов был стреляться с ее мужем. Потом он говорит, а я потом влюбился. Я забрал ее у мужа и воспитывал ее двоих детей. Это было чувство любви, эмоции. А я спрашиваю сегодня, а сегодня? Нет, это все было неправда. Я сегодня люблю по-настоящему. Никто не знает, нет критерия оценки любви. Критерия оценки любви по-настоящему, либо по-нарожку. И этот дар дан каждому. Но не все его развивают. Не все готовы принять. Встречались люди, которые говорили, что на вопрос, а ты любил? Они говорили, не помню или нет. Я очень часто встречаю людей, и они мне честно говорят, я плачу ночами, потому что я не знаю, что такое любовь. Я ее не чувствовал или не чувствовала. И мужчина и женщина одинаково все в своих мыслях, в своем одиночестве хотят этого состояния любви. Мы сейчас говорим о любви между мужчиной и женщиной, между человеческим качеством. И поэтому есть люди, которые действительно признаются, что они не испытывали любовь. Они честно в этом признаются. И только в этот момент происходит настоящая их готовность к тому, чтобы принять эту любовь. Понятие любви, то, которое нам показывают в современном кино, к примеру, насколько оно может являться для молодого поколения неким индикатором или неким образцом для подражания? Опасно это или это не опасно? Вот то, что показывают сегодня. Это вопрос не по адресу, не ко мне. Объясню, почему. Я не психолог, я не психотерапевт. Я не знаю, как фильмы влияют на сознание людей. Я могу быть субъективной. Я ловлю эмоцию. Если актеры смогли передать состояние круто, классно, я поверила им, то обязательно другой человек, та же молодежь, они поверят в состояние, а не в то, как развивались эти отношения и что сподвигло их любить друг друга. Понимаешь? Я рекомендую больше смотреть даже не фильмы, а мультфильмы. Король лев. Эмоция, любовь, настоящая. Тоже красавица и чудовище. Мы коммерческую сторону вопроса уберем, оставим только саму идею этого. Не кажется ли тебе, Фатима, что как раз в кино остается сугубо коммерческая сторона вопроса? Вот то, что выжимка, та, которую показывают? Возможно. Я же говорю, это мое субъективное мнение. Мой любимый фильм Москва слезам не верит. Сколько бы я его не смотрела, я плачу. И для меня так сложилось. Я была маленькая, но вот здесь отложилось. После сорока жизнь только начинается. Моя жизнь сложилась именно так. Этот фильм отложил отпечаток на мне. Он как бы запрограммировал меня. Но не на то, чтобы я проживала до сорока лет несчастлива. Нет. На то, что я всегда знала. Если сейчас вдруг что-то не получится, после сорока лет все равно будет. Честно скажу, всем женщинам скажу, тебе скажу, девочки, вот реально после сорока только все начинается. Вот начинается. И оно продолжается в пятьдесят, в шестьдесят лет. Оно продолжается. Мы стали, мы можем сегодня себе позволить многое. У нас нету. Мама не разрешила, папа поругал. Кто что скажет, зачем, почему посмотрит. Мы потратили время на то, чтобы быть хорошей, создавать образ. А сегодня мы можем спокойно быть теми, кто мы есть. Если кто не успел, быстро переодевайтесь, становитесь теми, кто вы есть после сорока лет. На странице в инстаграм в одном из постов было написано, я как аккумулятор, чем больше работаю, тем больше заряжаюсь. И это действительно так. Фигура тут, фигура там. В смысле, и кино, интервью, и съемки. Когда спим, вопрос первый. Второй вопрос, что помогает действительно сохранять такую работоспособность? Я всегда отвечаю одинаково не потому, что я заучила эту фразу, а потому, что мне по-другому некогда ответить. Я действительно делаю то, что я люблю. И я люблю то, что я делаю. А любовь это самая большая энергия, которая только существует. Представьте, как можно в ней. Ты находишься, заряжаешься, ты в нем есть. Да, хочется иногда спать. Да, иногда есть побочный эффект, что хочется спать, а заснуть не можешь. Потому что у тебя все кипит. Ты настолько продуцируешь эту энергию, что можешь там вагоны разгружать. Я уже пробовала. Реально. Не вагоны разгружать. Так дома-то у меня бедные дети. Я говорю, так, мебель сюда переставляем, вот здесь стираем. Так, это я сама вручную глажу. Нахожу себе занятия. Хоть по дому хозяюшка. На самом деле, когда люди будут любить свою работу и смогут позволить себе делать то, что они любят, у них все будет хорошо. Самый необычный запрос, с которым приходили женщины. Мы говорим весна сейчас, да, мы больше говорим о женщинах, да простят нас мужчины. Ну, например, женщина хочет выйти замуж там. Самый глупый вопрос, самый надоедливый, когда я выйду замуж, уже хочется сказать, никогда. Вот никогда, когда вы задаете этот вопрос. Из таких шокирующих, можно сказать, для меня запросов, это было то, что, когда пришла женщина, села и говорит, я видела сон, я знаю, кто должен быть моим мужем. Кладет мне фотографию и говорит, приворожите его. Я поворачиваю фотографию лицом к себе, автоматически встаю и пою гимн России. И извиняюсь, и говорю, Путина я к вам приворожить. Не могу. Действительно так? Да, но когда приносили там фотографию Прохорова, когда приносили фотографию каких-то бизнесменов, я их не буду фамилией называть, это, ну, уже смешно. Но когда принесли Путина и во сне голос небесный сказал этой женщине о том, что она должна быть его женой, я сказала, я не могу, у меня нету таких сил, мне небеса не позволяют. Ищите более сильного специалиста. Какой-то трэш прямо, А на что эти женщины рассчитывают, ну, это можно только догадываться. Ну, например, на того же Прохорова. Они должны быть как минимум в его окружении. Нет, им не кажется. Вот она приезжает, может, из Саратовской деревни какой-то приехать и сон видела, голос ей сказал. Они вполне адекватные люди. Просто иногда они попадают на какие-то мероприятия, где им говорят, верьте всему тому, что у вас приходит в голову. И это случится. Но иногда не случается. Ну, вот спросите, что разочаровываю. Иногда люди приходят, и я просто удивляюсь. Точно помню, весна, 2013 год, ко мне в кабинет заходит мужчина. Солидный, красивый, с портфелем, кладет портфель и говорит, я Бог. Я предлагаю вам стать богиней. Я говорю, вы не туда попали. Мне еще рано, я грешна. Ладно. Я думала, ну, бывает такое, ну, пошутились. Иногда издеваются, кто-то там юморит. Все. Через два часа в этот же день приходит еще один мужчина и говорит, я президент Земли, я предлагаю вам стать первой леди Земли. Это было обострение? Да. Я потом позвонила всем своим астрологам. Я говорю, ребята, смотрите, пожалуйста, где у нас планеты. Они говорят, у нас сейчас как раз у нас стоит в такой позиции, что люди с неуравновешенной психикой как раз проявляют себя. Я бы, конечно, потом целый день встречалась с людьми очень настороженно. Вопросы в студию в студию. Очень много гастролируешь и две столицы, Северная и наша дорогая Москва. Чем они отличаются друг от друга? Всем. Москва девочка. Питер мальчик. Так. Уже. Уже, да, хорошо. Ну, а вот по темпераменту? Знаешь, я не буду банальна, как все говорят. Санкт-Петербург это такой исторический, потом интеллигентный, там развитый, как это называется, культурно развитый город. Я не буду так говорить. Не надо обижать Москву. Москва это трудяга. Москва она под знаком зодиака девы. Она ну она не девка на одну ночь. Москву надо полюбить, она тебе отдастся, она тебе даст все твои возможности. Я понимаю, что Москва это еще не вся Россия, но поверьте, вот без Москвы нету нашей страны. У нас есть хранитель ее, защитник. Санкт-Петербург. Он там рядом, он есть, он всегда смотрит, контролирует и направляет. Энергия Питера это интеллектуальная энергия, но интеллект не тот, которым вы соревнуетесь колкостями друг к другу и показываете, у кого IQ выше, а это интеллект, который формирует сознание, формирует общность сознания России. Ведь Санкт-Петербург это северная зона, это как одно из мест гипербореи считается. Да, такие тайные, сакральные знания там творятся. Санкт-Петербург отличается еще и чем. В Санкт-Петербурге очень быстро и легко происходят события, мыслительные, желания, все, когда вы загадываете, они там происходят. Так, вот с этого момента поподробнее, еще раз, значит, чтобы нам чего-то добиться, надо поехать в Питер, загадать там и... 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 И будет сбываться? И уехать в Москву реализовывать? Это так работает? Ну, в принципе, да, в принципе, Питер, он весь магичный. Питер, он живет энергией магии, в Питере происходят трансформации, но Питеры опасны. Чем? Ну, вот представьте, что вы медитируете, да? Так. И вы находитесь в состоянии вот это нирваны, рванное там всего, сопранное, вам хорошо, вы счастливы, да? Такое же состояние можно добиться и употребив наркотики, правильно? Угу. Тоже, на какой-то период времени. Так вот, опасность заключается в чем? Для того, чтобы ваше желание, которое вы загадываете в Питере, сбылось, нужно быть чистым сердцем, а не использовать ту энергию, которая тебя в Питере может провоцировать. А это магическая, сильная энергия. И она живет там давно. Давно, давно, давно. В свое время делала выбор между Питером и Москвой, и, в общем, Москва победила. Но мне казалось, что она меня долго не принимает, а потом, вот, мы полюбили друг друга. Я просто знаю место в Москве, которое тебе дает разрешение, чтобы ты жил, работал и находился в Москве. Это какое-то центральное, надеюсь, место? Я его проходила? Наверное, ты проходила его мимо. Да? Да. Может быть, это дело неосознанно. Есть такое место в Москве, которое открывает сакральные ворота. Это секрет? А я не скажу. Но это в центре? Да. Да? Да. В центре внутри Садового кольца? Да. Так я там то ли поперек сходила, видимо, видимо, прошла. Была ножками, значит, дошла, раз здесь все так хорошо. Раз здесь и осталось. Остров ТВ-то работать начинает. Это круто. Значит, уже точно была. Круто. Тогда к творчеству. Фатиме Хадуеву предлагают сняться в кино. Какая это будет роль? Автобиографичный фильм или это будет, ну, скорее всего, автобиографичный фильм? А у меня по-другому не получается. Даже если делать какой-то художественный фильм и даже если мне предложить войти в чужой образ, я не знаю, я все равно его поменяю под себя. Но я не могу быть другой. Я в своих проектах такая, какая есть. Я люблю по-настоящему, ругаю по-настоящему, бью по-настоящему. Поэтому... Когда в последний раз? Каждый день. У меня рука набита. Да. Я еще и морально могу мозг вынести. Мне уже говорят, мама, ты же его туда не вносил. Мои дети очень часто, когда смотрят один фильм, говорят, мам, такое ощущение, что это снимали про тебя, что это ты там играешь. Вот на вскидку, как вы думаете, какой фильм у них ассоциируется со мной? Старый фильм. Ну, не новый, но современный. Меня не удивили. Так же, как, наверное, удивишься ты. Дьявол носит Прада. Да ладно? Главная героиня, руководительница журнала. Миранда. Миранда. Вот эта героиня четко ассоциируется у моих детей со мной. Почему? Потому что они видят в работе? Они видят работу или они видят... Они видят, как я могу оставаться внутри нежной, любящей, но очень строгой в жизни. И как не просто так объяснять, иди, и получится. А нагружать работы, давать человеку самому выбрать, вырасти. А когда последний раз плакала? Это моя большая проблема. Когда я росла, мама все время мне говорила, доченька, ну, вот ты же не права. Я стояла и молчала, смотрела в глаза. Меня могли отлупить, мне могли что угодно сказать. У меня никогда не было слез. Для меня эта проблема была, что они выйдут из меня. Я не знала, как это работает. И вот не поверите, я молила, говорила, дайте мне возможность поплакать. Я хочу, я хочу, чтобы это случилось в моей жизни. И знаете, когда это случилось, я смеялась, я радовалась. Это такое облегчение, это такое счастье, когда женщина, мужчина, когда люди умеют плакать. У меня ощущение бывает, что душа умывается, что становится настолько легко. Это не слезы жалости, это просто, это могут быть слезы, слезы любые, но плакать необходимо, нужно. Когда последний раз, да, врасплох поймали, не могу сказать, когда последний раз, но после 40 действительно становишься сентиментальной. Я могу посмотреть новости, я могу посмотреть фильм, я могу посмотреть, как играют во дворе дома дети, чужие дети, любые дети, как котята прыгают друг на друга, и слезы сами наворачиваются. И я счастлива, что я смогла это сделать, я счастлива, что я могу себе позволить это. И это, наверное, те минуты, в которых я отдыхаю. Да, вопрос на засыпку. Круто. А какой вопрос мы адресуем от Фатимы Ходоевой на улице Москвы? Я хочу, чтобы люди научились просто неосознанно делать выбор. А потом почувствовали, посмотрели, почему они так выбрали. Вот если бы была бы там золотая рыбка, и она сказала, выбирайте, у вас нет три желания, вам нужно выбрать одну из трех, чтобы вы выбрали здоровье, счастье, любовь. Что вы выберете, здоровье, счастье или любовь, это вопрос, адресованный из студии от Фатимы Ходоевой к жителям и гостям столицы. Обязательно его зададим. Кстати, а что ты сама выберешь из этого? Знаешь, когда я начинала проводить семинары, работать с людьми, очень часто людям даешь такой выбор, они говорят, надо здоровье, будет здоровье, буду работать, буду работать, будут деньги, будут деньги, будет любовь, а будет любовь, будет счастье. Да? Знаешь, каждый по-своему прав, да. Но все же знают прекрасно, когда ты находишься в состоянии любви, ты не болеешь, ты исцеляешься, и ты в состоянии любви счастлив. Что такое счастье? Для кого-то это утром просто встать, подтянуться, живой, кости, руки есть, ноги есть, ты счастлив. Тоже относительное понятие счастья. Оно всегда, мгновенно, оно не может длиться постоянно. Оно, раз случилось, все, и пошло дальше. А любовь, это энергия, которая находится постоянно, и ты можешь в нем находиться, творить, сотворять, и, наверное, наверное, любовь. Любовь, да? И это прекрасно, потому что мы сегодня на удивление, а может быть, и закономерно для кого-то говорили с Фатимой Ходовой не о чем-то, а именно о любви. Будьте любимы и любите. Спасибо, Фатим. Всех благ. Это не острые новости, это новости искренние. Есть кто-нибудь? Что вы тут без аккредитации? Запиши 28 интервью. Что, поняли, что сказали-то сами? Сохрани камеру, чтобы тебе не набили лицо. А можно у вас пара слов? Мы не можем дальше продолжать, барышня выбирает духи. Я Елена Полякова, каков вопрос, таков ответ, и лучше меня, репортера нет. Ну, у вас, Роя, что бы вы выбрали, здоровье, счастье или любовь, если можно было выбрать? Здрасте. Здоровье, счастье и любовь. Счастье, скорее всего. Здоровье. Выбрал. Счастье. Любовь. Счастье. В чем оно? В любви и здоровье. Любовь. Любовь. Ну, наверное, счастье, потому что счастье – это любовь и здоровье. Продолжение следует...